Почему бы вот так сделать? Прям ларингофон, ларингофон. Так, который час? Я что-то, по-моему, в заряд телефон оставил. Уже четыре минуты как? А, блоги. Я тут внезапно осознал, что из наших лекций осталось две, нет, четыре, включая сегодняшнюю. Так что все наши планы в громадье превращаются в такое совсем не громадье, если мы только не продолжим в следующем семестре, чего бы мне, честно говоря, не хотелось. Потому что в следующем семестре уже надо, понимаете, я вот тут подумал, что за этот семестр я, наверное, даже оценку-то не смогу ставить за экзамен. Только за счет, не за счет. Но если вам очень надо, я нарисую вам пятерку. Ну, в принципе, ну понятно, какой экзамен может быть по вот такому, если хотите, плану исследований. Давай. Вот в следующем семестре мы будем заниматься каким-то, ну вот, более-менее приближенным к реальности фреймворком. Да, вот, да. Так что у меня была сначала идея вообще галопом побежаться по всему, но, наверное, это не очень хорошо бежать галопом. Поэтому я все-таки буду вести себя так, как если бы перед нами было еще много времени, чтобы не комкать изложение других подходов. Вот. Это означает, что, наверное, мы их успеем примерно два. Вот. Эти примерно два подхода, которые перед нами стоят, это ситуация, когда у нас… Ну, сейчас, все по очереди. Собственно, мы начинаем. Напоминаю, что у нас наша задача была с самого начала разобраться в том, как устроены дистрибутивы, то есть система дистрибуции. Слово дистрибуция на моей совести, потому что я не знаю, как правильно по-русски определить вот этот вот, как это правильно сказать, весь комплекс действий, необходимых для… Напоминаю, что у нас там, сам себе напоминаю, разработка, согласование, согласование. Дипломент. Дальше. Традиционно нижняя часть сверху, верхняя снизу. Дальше. Доставка. Дипломент. Опять-таки не знаю аналогов русского правильного, это ведь установка и настройка, короче, приведение в рабочее состояние. Дипломент. Вот. И сопровождение, эксплуатация. Как я… Я писал сопровождение, да? Сопровождение. Так вот. Мы с вами рассмотрели вот эти аспекты в отношении операционной системы. Соответственно, дистрибутив операционной системы должен быть устроен таким образом, чтобы его было удобно разрабатывать, в том числе и всем сообществам, или той командой, которая его разрабатывает. Ну вот в случае Linux это целое сообщество разношерстное, да? Чтобы все его компоненты были согласованы. В случае Linux это особенно важная задача, потому что исходные разработчики сидят, ну вот компонентов Linux системы, к Linux могут даже отношения вообще не иметь, да? Так называемые абстримы, а согласованием занимается сообщество конкретно вокруг данного дистрибутива и сопровождающие пакеты, они собственно и есть эти разработчики с точки зрения конечного пользователя от них. Ко мне очень часто приходят претензии за LibreOffice, вот, почему он такой медленный, как если бы я его написал такой медленный. Ну вот, значит, нам нужно в результате, чтобы получилась операционная система на компьютере. С давних пор, со времен еще Unix систем, когда собственно разработка была, считалась довольно дорогой операцией, когда разработчики как таковые были практически ученые, там сидели чего-то такое, значит, программировали, и то, что выходило из-под их рук. Еще был на вес золота, ну, возможно, это было так, я утрирую, но неважно. Короче, когда-то давно сложилась такая, такой легоси, такая традиция делать вот эти операционные системы, делать их из программных компонентов, вот, ну, в случае Unix, подобного Linux, это просто утилита, да, ядро, утилиты и Shell. Соответственно, у нас операционная система, операционная система, это набор программных компонентов, программное обеспечение, да, а решение задачи, решение рабочей задачи, это комбинация этих программных, это комбинация и супер, как это правильно сказать, интеграция вот этого самого программного обеспечения, да, я тут как-то более правильно написал, да, нет, написал прямо готовых, готовых, готовых. Комбинация этих компонентов, их комбинация, их комбинация. Мы уже смотрели, что именно поэтому очень сильно выстрелил Shell, как такой инструмент, который позволяет делать вот эту суперпозицию всевозможных решений под задач, тем же способом, которым администратор эти под задачи решает в реальной жизни руками. Значит, он руками решил, потом, значит, запихал в скрипт, решает ногами, вот. Но общая идея, что у тебя есть уже готовые программы, с помощью которых вот этих готовых программ, они называются утилиты, ты решаешь, строишь решение пользовательской задачей, обмазывая все вот это Shell, да, оно останавливалось там, где начиналась ситуация, когда готовых-то компонентов больше нету. И дальше ты писал все на C. Все на свете можно написать на C++, есть такая поговорка среди программистов. Плюс программирование. Про программы, ну, скажем, на C. Когда-то там в Unix-времена они были по определению на C, потому что это единственный был язык, на который точно можно было все написать, да, а потом, значит, стало больше языков. Вот этот подход на самом деле, он устаревший. Его, как бы, родина не только высокая цена на разработку, а еще и вообще всякая проприетарщина, то есть какие-то подходы к разработке операционных систем, когда у конечных пользователей вообще никаких исходных текстов нету, а есть вот эти самые утилиты, из которых они комбинируют свое решение. И, собственно, и это тоже в немалой степени во времена Unix Wars, во времена, когда Unix победный шествовал по всем, значит, городам и весям, придало ему такую высокую популярность, потому что для решения подавляющего большинства задач достаточно было владеть шеллом и комбинировать эти бинарные утилиты, а для решения задач, которые туда не входили, вы пользовались, пробивались программным интерфейсом, писали свои библиотеки, писали свои программы на C и, значит, радовались. Нынешняя реальность не такова. И это, собственно, то, о чем изначально не задумывались авторы, никаких конкретных авторов, вот всей этой идеологии не было, но люди, участвующие в комбинизации основ этой технологии. Но реальность такая, что сейчас намного проще и дешевле доработать существующее, чем пользоваться готовыми решениями, не вполне подходящими под твою задачу, решениями неизвестно чего, или писать все самому с нуля. Вот это краеугольный камень современного положения дел, особенно когда речь идет о свободном софте, где вот это вот самое существующее и пригодное для доработки присутствует в количестве, ну, просто непостижимом уму. То есть одного только компонентного набора в операционной системе плюс компилятора C со всей очевидностью недостаточно, если основной метод решения твоей рабочей задачи стоит в том, чтобы погуглить, найти кучу нужных библиотек, библиотек, не утилит, найти, а не попытаться обнаружить их в составе операционной системы. Возможно, они будут в составе операционной системы, но вот эта тема, которая у нас выпадает из обсуждения, хотя, может быть, она важнее в следующий раз, когда мы будем заканчивать питон, еще неизвестно, что удобнее, когда у тебя соответствующие библиотеки для твоего программного проекта находятся в составе операционной системы, или же когда ты собственноручно их самую свежую версию или самую правильную для тебя версию собрал из интернета. Короче говоря, конструктора, в котором есть утилиты и, грубо говоря, компилятор C, на сегодняшний день явно недостаточно. Давайте посмотрим, насколько вот это вот операционная система, предоставляющая нам, как пользователям этой операционной системы, чисто командный, утилитный набор, насколько она соответствует требованию к конструктору, к чему-то, которым будут пользоваться программисты. Где вот здесь в конце, в качестве, вот доставка, дипломет, вот это все. Это на самом деле не для админов и не для конечных пользователей, а для программистов, которые пишут программы. Насколько Linux дистрибутив является также и дистрибутивом, предоставляющим некоторые программные, решение некоторых программных, возможность решения некоторых программных задач, так же, как он предоставляет возможность решения задач, ну там вот системы. Оказывается, не все так плохо, даже я бы сказал, довольно-таки хорошо. Значит, мы стираем этот набор готовых и давайте поговорим о том, как нам представляется, как нам представляется дистрибутив, как инструментарий разработки. Поскольку у нас разработка самого дистрибутива, возможна разработка каких-то общих компонентов, возможно, и невозможна, а наверняка доработка всевозможных пакетов, которые в него входят. Все это подчиняется дисциплине именно разработки программ, то со всей очевидностью пройти мимо этого, то есть так, как это было, допустим, в старые-старые годы с бинарными системами, где-то сидели какие-то разработчики, что-то разрабатывали, их исходного кода никто не видел, поэтому насколько плохо или хорошо у них конструктор был устроен, мы не знаем, а можем судить только по тому, какие бинарники к нам приезжали. Понятное дело, что все это было довольно давно, а в случае Linux, мы можем предполагать, что инструментарий для программиста, который сидит в этой Linux-системе, и который является его потребителем, пользователем. Инструментарий для программисток, скорее всего, достаточно неплохой. Значит, инструментарий разработки. Инструментарий разработки. Тут сразу скажу, что Linux-дистрибутив — это не интернет, и то, что нужно разработчику, и что входит в Linux-дистрибутив, на несколько порядков меньше, чем то, что есть в сети. То есть, если мы говорим про хранилище программных продуктов, то там как раз лежит практически все, что кому-то когда-то могло понадобиться, потому что этот кто-то когда-то это туда собрал. Там не лежит только то, что либо очень трудно собрать, практически невозможно, либо то, что никогда никому не было нужно. Ну, в рамках данного дистрибутива. Так вот, что касается разработчиков, то там предложение того, чего есть в мире, и текучесть этого предложения настолько велика, что, разумеется, в дистрибутив входит далеко не все. Но то, из чего мы собираем наш дистрибутив, базовые библиотеки для всех низкоуровневых задач. Разумеется, все, что связано с библиотеками, которые используют системные утилиты, Lipsy, да, все, что связано с ядром, все, что связано с функционированием подсистем Linux всевозможных, все, что связано с графическим, базовым графическим интерфейсом. Вот все это в дистрибутиве Linux не просто есть, а обвешано достаточно хорошей дисциплины разработки, чтобы, иногда даже лучше, чем в AppStream. Вот. То есть иногда разработчики Lipsy дистрибутива наводят гораздо большую дисциплину в исходном коде и в способе его оформления, и в способе его подготовки бинарной. Чем это делается в AppStream? В общем, даже сплошь и рядом, потому что у нас AppStream, это часто всякие хакеры, которые пишут, потому что им хорошо пишется на сей. А потом приходят люди и пытаются это, значит, как-то скомпилировать, да еще так, чтобы не страдать от следующей компиляции. Вот. Про обвеченье я уже говорил в прошлый раз, да, что есть много всяких AppStream'ов, которые вообще не понимают, зачем нужно обвеченье. Вот они пишут в библиотеку, она называется «Лип что-то там». Они там все нафиг поломали, выпустили следующую версию «Лип что-то там», которая от предыдущей отличается минорной версией. Все. Иди там самый следующий, что они поломали. Так что следует ожидать, что дисциплина и возможности с предлагами для разработчиков со стороны дистрибутива Linux, как со стороны штуки, где очень много сидит именно разработчиков, вот тут вот внизу, да? Вот тут внизу, вот тут вверху, а тут внизу. Так вот, следует ожидать, что там что-то будет такое достаточно интересное. Во-первых, конечно же, библиотеки. Вот все, что связано с библиотеками, пожалуй, те из вас, кто в принципе сталкивался с попыткой запуска каких-то сторонних приложений не в составе дистрибутива, попытки сборки чего-то с кусочками этих сторонних приложений, тот скажет, что, конечно же, намного удобнее, если какая-то программа использует библиотеки из дистрибутива, а не какие-то левые, потому что если библиотеки из дистрибутива будет гарантия, что они работают, они согласованы со всем дистрибутивом, да? Возможно, там выправлены какие-то ошибки обстрима и так дальше. Вот. Так что в отношении библиотек, пожалуй, разделяемых библиотек, пожалуй, это действительно хороший инструментарий. Ну, во-первых, повторное использование. Повторное использование. Просто за счет того, что у вас одна библиотека под названием ГЛИПГТК плюс два вообще на весь дистрибутив. Одна. Вот. С ней собрано все. Соответственно, вы в ней что-то поменяли, и это все стало работать, ну, лучше. Вот. Стоит только начать использовать какие-то сторонние приложения, ну, там, не знаю, скачали Firefox ванильный, запустили его, и там начинаются всякие мелкие косячки, непонятно почему. Причем, не просто непонятно, а так и не будет понятно почему. Потому что это же не у вас в комьюнити собирали эту библиотеку, а где-то в недрах Firefox. Даром, что свободный программный продукт. Так что лучше это делать с мамой. Естественно, исправление багов. Ну, ради чего вообще вся эта, ради чего все эти линуксоиды терпят понятие зависимости. Да, вот эта вот установка по зависимостям, удаление по зависимостям, какие-то, значит, непонятные библиотеки, которые остались у каких-то предыдущих установок. Ради чего все это терпеть? Разумеется, ради баг-фикс. Значит, исправление ошибок. Опять-таки, вы ошибку в библиотеке исправили, во всех программах, где она из этой библиотеки возникалась, она исправилась. Ну, за исключением и тех, где произошло взаимоналожение глюков и ошибки не было видно, а после того, как вы исправили, ту ошибку, из-за которой этой первой не было видно, стало видно и ее. Вот. Такое тоже бывает. Release Management. Как-то управление выпусками. Выпусками. Вот, если мы доживем до курса, который будет называться разработка программного обеспечения под Linux, я буду там вам жаловаться, что с изобретением GitHub'а, почему-то именно GitHub'а, хотя казалось бы, все эти старинные хакеры наконец-то вздохнули свободно и сказали, все, можно больше не делать релизов наших прекрасных программных продуктов. Можно говорить, что каждое очередное исправление только улучшает все. Вот. Стало плохо. Вот. Соответственно, так оно или не так в масштабах обстрима каких-то хакеров и всего остального не знаю, а вот в масштабах именно Linux дистрибутива это не так, потому что у Linux дистрибутива есть свой собственный цикл выпуска, и вот, в случае Debian очень жесткая фильтрация по поводу того, какие версии программного обеспечения и в частности библиотек войдут в этот цикл, а какие не войдут по причине того, что они еще недостаточно устарели, недостаточно протестированы. Даже если в AppStream'е не было никакого релиз-менеджмента, да, и он честно выпускал каждую новую версию своего программного продукта, просто накатывая на него еще один пакет. то сообщество вокруг дистрибутива, если оно достаточно осторожное сообщество, будет, прежде чем включать в очередную стабильную версию дистрибутива включать какой-то продукт, она будет его тестировать. Хотя бы уже по факту того, что с ним все собирается, и это все, по видимости, работает. Это уже достаточное тестирование, потому что этого всего довольно много. Особенно если дело касается библиотек. Если библиотеку сломали, то уж кто-нибудь это обязательно заметит в период тестирования. Даже если AppStream, например, считает, что это хорошая годная библиотека, он там ничего не сломал, только починился. Так что управление выпусками – это важная вещь. Ну и то, о чем мы говорили в прошлый раз. Проверка обе-ченж, вот это все. Значит, проверка обе-ченж, обе-ченж, ну вот это вот изменение. Опять-таки, в масштабах илиных дистрибутива это делается. То есть, если мы… А, ну, нет, давайте дальше. Дальше. Разумеется, в состав вашего дистрибутива будут входить всевозможные, или, по крайней мере, в хранилище будут иметься, всевозможные инструменты автоматизации сборки. Автоматизация сборки. Автоматизация сборки. Почему? Да потому что всевозможные обстримы пользуются этими инструментами, они должны в составе вашего дистрибутива работать. Всякие мэйки, автотулс, цмэйк, вот это вот вся вот это вот все это семейство. Для Java там отдельно же есть jpeg, кажется, да? j кто-то там. Ant, забыл, jpeg это другое. Короче говоря, все возможные инструменты автоматизации сборки, которые использовались при сборке пакетов, со всей очевидностью работали как минимум при сборке пакетов. Это значит, что вы как программист, желающий воспользоваться этим инструментом, можете смело выбирать дистрибутив, в котором этим инструментом много пакетов было собрано, он там рабочий. Вот. Значит, ну давайте я тут перечислю, да? мэйк, автотулс, си мэйк, там, ант какой-нибудь, и мим легион. Вот. Опять же, идея состоит в том, что вы только что собрали целый дистрибутив с их помощью, ничего удивительного, что они работоспособны. И вы как программист теперь, да, рассчитываете на то, что именно в линус-дистрибутиве все это будет работать. Для сравнения, да, любой дистрибутив не свободной операционной системы, скорее всего, мы просто не знаем, какие инструменты реально были работоспособными на момент его сборки из исходных текстов где-то там. Просто не знаем. Нам может разработчик поклясться мамой, что это именно то же самое, что он туда положил. Но, как показывает практика, этим клятвам не всегда надо верить, потому что разработчик может сам даже не знать. Мало ли какое дело, чем пользовался, когда что-то, какой-то бинарный блок собирал. Вот. Так что, вот, мы можем рассчитывать, что для программистов вот этот, вот этот вот WargBench вполне себе прилично. На самом деле, тут еще куча всего другого, вот, что используется, в принципе, при разработке. Ну, не знаю, там, инструменты локализации какие-нибудь, да, опять-таки, особенно это было вот в нулевые годы, когда были модные многоязычные дистрибутивы всякие, вот, было сразу хорошо понятно, что, если у тебя там, не знаю, дистрибутив, не знаю, пардус какой-нибудь, такой известный турецкий дистрибутив пардус, вот, так там эти турки, я думаю, очень активно прокачали всю вот эту систему локализации, чтобы она на турецкий тоже локализовала, вот, или был, вот, в нулевые времена дистрибутив мандрейх, а потом он стал называться мандрива, потому что его купил дистрибутив конъектива, вот, пока они все были, мандрейх был такой франкоязычный дистрибутив, вот, французы, они же специальные люди, они английского не знают из принципа, поэтому там было все на французском, соответственно, французский от английского отличается обилие всякой диактрики и всего такого, вот, и там эти это все должно было работать, там у них в мандрейхе, вот оно работало, вот, ну вот, короче говоря, если вы разработчик, то линукс дистрибутив внезапно вам представляет достаточно большой объем инструментов разработки, особенно на C, ну и на C++, как в, да, и в общем на всем том, на чем много в самом дистрибутиве написано программных продуктов, внезапно, вот, более того, комьюнити вокруг этого дистрибутива скорее всего имеет некую дополнительную дисциплину разработки, с которой стоит познакомиться и тем самым как бы упростить себе жизнь, вот, вот такие дела, где здесь начинается расхождение, почему, собственно, как это, если вы такие умные, почему вы все строим не ходите, почему я вообще затеял этот спецкурс, в котором я собирался рассказать не только о линуксе, я надеюсь, еще успею, а вот почему. Я уже сказал с самого начала, что интернет предлагает гораздо больше всевозможных технологий для разработки, чем та, которая используется в одном конкретно взятом линукс-дистрибутиве, вернее, чем те, которые используются в одном конкретно взятом линукс-дистрибутиве. Более того, довольно часто бывает так, что предмет дистрибуции, то есть те самые объекты вашего конструктора, из которого вы хотите решать вашу рабочую задачу, плохо укладывается в понятии линуксовый пакет. Именно в силу того легоси, что изначально линуксовый пакет это все-таки программный продукт для того, чтобы его как бы ставить и обмазывать шелл. если ваша задача, а в современном мире это довольно частая задача, взять нечто, доработать его программно, доработать, чтобы это нечто стало еще лучше, потому что вы туда носовали новых штук, то бишь ваша задача решается программистским путем, а не грубо говоря админским, то категорически меняется, нет, не категорически, но ощутимо меняется и запрос к тому, как должна работать скажем так, базовая структура, обеспечивающая вам как программисту рабочее место, и запрос к тому, из чего должна состоять и какими свойствами обладать вот эта вот аура, это вот окружение того, чем вы можете воспользоваться, а можете не воспользоваться, откуда вы можете взять готовые доработать, а можете взять и не захотеть. В частности, ну, приведу пример, значит, предположим, у вас идет активная разработка на том же языке программного питона, да, и у вас есть несколько команд, которые этим занимаются. И эти команды, их там, значит, чиф-программер или кто там, постановщик, вернее, этот самый, кто там обычно этим занимается, короче говоря, он принял решение, или все комьюнити, там вся команда приняла решение разрабатывать программу, не просто там на языке программного питона, а на одном из 80 тысяч модулей, которые есть сейчас на PyPay. 90 тысяч, я соврал, уже 90. Значит, были эти самые модули включены в вашу разработку и разработка пошла. Потом, значит, рядом завелась еще одна комьюнити, которая разрабатывает что-то, что-то совсем другое, но тоже с помощью каких-то модулей питона. И тут выясняется, что те предыдущие пользуются одной версией модуля, а эти новые, другой, и переходить на другой не хотят. Потому что там был обе-чейндж, потому что там был обе-чейндж, это же питон, потому что у них уже написано сто пятьсот тысяч какого-то кода, который работает со старым вариантом модуля, и потому что старый вариант модуля ничем не хуже нового, просто он старый, в нем меньше способностей. То есть типичная ситуация при разработке, что вам нужно исходные коды одновременно эксплуатировать и того, и другого, и третьего. В смысле, и одной версии, и другой, и третьей. Одного и того же модуля. Сейчас попробую привести пример, когда люди, которые администрируют именно линуксовые машины, от этого сильно страдают. А, ну, типичный пример это, конечно, миграция с одного PHP на другой. Вот некоторые хихикают, они это видели. Ребята из PHP, когда меняют мажорную версию, они, в общем, по-моему, даже субмажорную версию, вот, они, в общем, много чего меняют. Если ваш системный администратор на вашей машинке, на которой крутится много самописных PHP-движков, внезапно поменял PHP, то, в общем, это караул. еще хуже было, когда некоторые люди думали, что третий Python, это такой второй Python, только немножко лучше. Хотя, виду, всех предупреждал, что это разные языки программирования. Такая же штука происходит, например, при сильном изменении АБИ в либо стадеси плюс-плюс ГЦЦшном. Вот. Вплоть до того, что у вас там на очень старых ядрах очень новый, просто библиотеку очень новый не запустят. Она скажет, что у нас ядро старое, я не буду здесь работать. Вот. АБИЧЕНЧ был не так давно, где-то год назад, по-моему, в ЛИБИДС стадеси плюс-плюс, серьезно. То есть у вас есть работающие, есть проекты непрерывной разработки, которые пользуются некоторым АБИ и не собираются его менять. А есть операционная система, которая живет по своим законам и там надо все постоянно обновить. Вот. Но на самом деле есть еще более тонкие различия, до которых, я думаю, мы дойдем не сегодня, а в следующий раз. А пока что давайте попробуем пообсуждать ну хотя бы тот же самый Питон с точки зрения того, почему он является предметом дистрибьюции. Вот Питон как сущность. Как-то у нас тут совершенно случайно рояль в кустах. Возьмем, например, Питон. Ну поэтому. Ну, я не буду долго распространяться относительно как бы всей вот этой мифологии Питоновской, там жил-был Гвида, как бы участвовал в разработке языка программирования АБЦ такого учебного, потом ему показалось, что если в него добавить классы, то станет лучше, вот, или не классы, нет, не классы, что-то в него там такое хитрое, а, эти самые, там были только кортежи, он хотел добавить модифицированные списки в него, вот, что если в него добавить списки, станет лучше, автор языка АБЦ с ним не согласился, сказал, что слишком сложный будет язык, значит, Гвида к тому моменту был уже довольно грамотный товарищ, начал писать свой, в общем, как бы, слово за слово, да, к середине 90-х это уже был очень популярный язык, да, а к появлению Питона версии 2, там, на нем внезапно стали писать многие, к появлению Питона 3000, а он теперь называется Питон 3, на Питоне 2 стали писать просто все, почему к появлению Питона 3000, на Питоне 2 стали писать, стал писать просто все, я не знаю, но язык обрел массовый взрыв, взрывным образом обрел массовую популярность, до сих пор она не утихает, вот, значит, ну, в общем, бог бы с ним. Здесь важно другое, давайте посмотрим, как вообще устроено все сообщество Питонистов во главе с Гвида, вот, и почему разговор об этом сообществе и о том, что они делают, это на самом деле разговор из событий. Ну, во-первых, так, вот тут вот я хотел бы сделать правильный акцент, ну, хорошо, во-первых, сам Питон, что такое Питон? Это язык программирования, на него существует некий, написанный Гвида, вот такой вот BNF, вот, это язык программирования, обладающий определенными свойствами, и эти свойства тоже хорошо сдокументированы, который изначально был, видимо, Гвида писала чуть ли не в одиночку, вот, но давным-давно продвижением, улучшением и разработкой языка занимается еще и сообщество. для того, чтобы не превращать, не брать всю работу на себя с одной стороны, и с другой стороны, не превращать разработку живого языка в такую неуправляемую вещь, Гвида, сотоварищи, разработали такой довольно формализованный протокол, который называется PEP, Python Enhancement Proposal, предложение по расширению Питона, которому обязаны следовать все, включая самого Гвида, для того, чтобы что-то такое в Питоне изменить. То есть, собирается по формальному плану, а именно, что я предлагаю изменить, почему я это предлагаю изменить, на что я это предлагаю изменить, почему именно на это я предлагаю это изменить, и что мы с этого будем иметь. Примерно такой план. любой член сообщества и может быть даже не член лишь бы он как бы зарегистрировался может внести это предложение там на суд на суд всех остальных после чего к нему начнут сразу докапываться и говорить а вот это зачем у тебя так а вот не подумал ли ты о том как будет работать вот я например изучал раза три за все существование питона люди предлагали сделать в нем цикл с предусловно с просто условиями на и нет цикла с просто условия так что он устроен синтаксически вот потому что если вы сделаете цикл с просто условия в питоне и вы помните что в нем эти самые роли пиратных скобок игра играют отступы вот как там должно быть выглядеть просто условия трудно себе представить даже вот и все три раза значит этот 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 это предложение не прокатывала вот причем все три раза по разным причинам в одном случае человека просто убедили что он предлагает лажу в другом случае на него накинулось сообщество и просто его затоптала со словами ну ты опять пришел предлагать цикл с просто условиями а в третьем случае оказался упорный но потом пришел к виду и сказал мне не нравится спасибо до свидания вот это кстати довольно важно когда сообщество не может не может прийти к какому-то решению должен быть кто-то кто крайний крайне гнида вот это называется бдф льда бдф льд называется добровольно прожить да 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 значит добровольно пожиленный диктатор вернее добро благо 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 расположенный вот в том смысле что он хороший иначе бы его не выбрали вот был бы он плохой его тоже попросили но это мы помним мы об этом говорили чуть ли не в первую лекцию до динамической иерархии по свободного сообщества кто больше всего делает тот больше всего прав имеет не потому что ему значит вот он их себя забирают а потому что так так сообщества устроены вот ну в частности очень много успешных проектов свободных устроены именно так что у них сверху стоит какой-то вот такой диктатор что линус там что гвиды что лари какой-нибудь да вы сперва лари вол вот ну в общем вот значит так что все обсуждения предложения по изменению питона они оформляются в стиле мы подумали и я решил вот но с другой стороны вроде как гвиды еще так таких серьезных осечек не давал ни разу в том смысле что если обсуждение общественно идет к тому что это хорошие годные изменения то она признается а если он плохой негодно то они признаются вот и все вот а так где надо решать как бы решать тонкие вопросы там его наполагается гвиды полагается на свое чутье он очень хороший программист на оси то есть я вот всем кто хочет изучать язык си так по серьезному промышленное программирование на оси советую почитать исходники питона правда очень здорово написать вот поэтому да он очень неплохо глядит в будущее относительно как вообще должны развиваться языки программирования вот и в общем обладает как бы чувством прекрасного поэтому вот хороший что ну мы продолжим и так есть сообщество с довольно четкой системой того как происходит развитие вот и в частности в частности мы имеем дело когда имеем дело с питон системой мы имеем дело с помните я говорил что у нас бывают операционной системы сделаны пушкой когда вот один большой одна большая команда делает один большой набор компонентов бывает операционной системы как linux который как вокруг линукса который все каждый делает свой пакет и бывает нечто среднее когда есть коры скажем как система безди когда есть кора базовая система так называемая которая делается одним сообществом и целым сообществом как бы как один продукт и соответственно она цельная все все про него знают и так дальше а есть пакеты так вот в случае питона мы имеем дело именно с этим у нас есть кора это сам питон и где-то порядка 200 необходимых модулей и есть модули вот этих модулей на портале пупы я уже сказал нет но они недавно смотрел 90 тысяч разных разных 90 тысяч свободных модулей для питона каких хоть что важно для разработки для разработки коры и для разработки модулей совершенно разные полис когда речь идет о базовом питоне кстати его очень часто называют c python потому что он написан на си вот в принципе есть питон написанный там на java машину битон написанный на дотнете правда по микрософт на него забил дарит пайсон такой питон написан написан на питоне вот есть такой проект пупы кстати говорят он в некоторых случаях работает быстрее чем питон написанный на си но в силу каких-то архитектурных штук то есть там семантика семантика немножко меняется после чего он становится быстрее вот типа это собственно что он написал видоса товарищ так вот значит c python это библиотеки базовые модули ну и в общем если это имеешь бы ты имеешь дело с каким-нибудь windows возможно какой-нибудь установщик да вот это вот так ну смысл и сам питон ну хорошо да сам питон он не совсем виртуальная машина даму интерпретатор да ну и возможно установщик вот вернее установщики идея какая чтобы вот этот самый программист который собирается работать с питоном из по его помощью решать свои задачи получил на руки минимальную минимальное программное окружение с помощью которой уже можно сделать много задач и самая главная основную часть того что он основной часть чисто программе программистских не прикладных задач а именно вот того что он собственно делал его программистского труда вот если кстати поглядеть в список вот этих базовых модулей которые сейчас есть питоне особенно во втором там очень много всякого легоси какая-то волшебная мультимедиа под макос вот вот что то такое вот такой вот как никто написал когда-то когда питон еще был одной одной тушкой большой да какие-то люди туда написали какие-то модули прямо туда в базовый питон они там болтались а потом когда случился вот этот взрыв выяснилось что ну всеми все 90 тысяч ну и скажем 25 тысяч когда взрыв случился модули включать в один питон это как бы это рассредотачивать усилия сообщества на работу с не очень важными компонентами поэтому грида там очень жестко если вы хотите предложить мне положить в нам предложить нам положить в базовый питон еще один модуль то вы сначала подумайте я буду против то есть займите ну я буду против вы как хотите но я буду против ну не надо туда ничего клайк вот лишним кора значит что что здесь что здесь подрумевает сейчас мы это потом значит строгая дисциплина 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 кодирование просто оформление кода прям прописаны там в этом смысле в питон сообщества все хорошо там прям вот полисе прям лежат если у них читал вот работа сделать работа с распределенность темы контроля версии используется mercurial вот дисциплина изменения стандартных модулей понятно да вот то самое что приводит к обе change или а печенье по случае питона если там ну как бы это торчащую до программиста штука дисциплина изменения изменения стандартных модулей изменения стандартных модулей то есть прежде чем что-то изменять стандартный модуль это должен сделать вот вот пройти все требования которые там написаны только после этого ты можешь вешать соответствующий пир вот пир будет рассмотрен патчи твои будут рассмотрены и как бы если ты что-то годное предложил то хорошо релиз менеджмент свой собственный планирование выпусков дисциплина планирования выпусков со всеми вытекать со всеми 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 значит прилагающимися штучками в виде род мэпа что планируется реализовать в будущем питоне будущей версии в виде подготовки бета-версий для тестирования в виде там каких-то фич и фриз в ситуации когда скоро выйдет очередной релиз никаких добавлений новых фич а только тестирования старых да в виде описания того что изменилось ну и так дальше питон очень живой язык то вполне возможна ситуация что между версиями будет обратная совместимость либо совсем нарушена либо так скажем эти нарушения будут хорошо описаны вы можете вручную все исправить кстати именно поэтому на на продакшен используется одна конкретная версия питона не делается обновление только разве что по безопасности вот но в любом случае планирование выпусков очень четко поставлено у них чтобы не происходило каких-то ну вот каких-то неудач вышла плохая версия все плохая там все не работает вот это что касается коры напоминаю вот вот значит библиотеки базовые модули библиотеке имеют усижные до который с которым можно компилироваться значит сам интерпретатор конечно вот и возможно какой-то там установщик что-то такой сайт с установщиком бывают часто косяки потому что как правило установщик нужен только под виндук а нет под морковь наверно тоже ну вот по все эти ваши юниксы линукс как правило народ собирается ну понятно руками из исходников именно по причине того что все эти ваши линуксы они сами по себе хорошие площадки для разработки на себе питона написано довольно жесткие требования при этом сама процедура сборки достаточно легко то есть это чистый си плюс там мэйк всякие вот это вот конфигурить кажется да не более того такой достаточно стандартный стек средств разработки и в силу этого питон компилируется черт знает на что там на телефонки на мыльницы на тостеры в общем где где есть нормальный си компилятор там есть и питон то вот разумеется вся эта картина не было бы была бы не полный без ресурсов сообщества которые используются под это дело ну какие бывают ресурсы ну самый главный ресурс это конечно и багзила бакс питон орк значит ошибку бакс питон орк не знаю что они там используются бак трекер я не узнал его в лицо вот может быть самописный даже какой-то что еще билдбот довольно забавная штука билдбот наличие билдбота типичное типичное это лэ свидетельство того что это хороший зрелый проект но представляющий собой именно программный продукт а билдбот это система сборки много платформенного приложения из исходных текстов сразу на все платформы автоматической то есть смотрите идет разработка в в этом самом меркуриале люди разрабатывают разрабатывают разрабатывать что-то комитет туда а потом кто-то из тех кому разрешено комитет специальный комит или там делать специальный тег я не помню как это меркурием связано после чего это означает что вот это вот исходный текст и готовы к тому чтобы попытаться их автоматически собрать они сразу импортируются вот сборочной площадке где под все возможные платформы там подвину звену с минус другой линукс пока все короче падо что сам сообщество поддерживать сборки питона прямо то автоматически по наличию этого комита должен будет начинает собирать а дальше показывают журнал поборос тут не собралось тут собралось тут собралось надо делать такие-то воронки здесь собралось не теста не прошло дальше исправляйте с Вот. Очень удобная штука, когда ты являешься обстримом популярного программного продукта и тебе, в общем, каждый раз руками под все эти платформы собирать. Да ты программист, ты там в Линуксе разбираешься, а в этом самом вот, подо что он еще собирается, не разбираешься. Вот. И тебе нужно не просто так, да, тебе нужно, чтобы, ты веришь, что твой коммит, он как бы Windows и пригоден, но чтобы это проверить, нужно, чтобы оно там собралось. Вот, ну, вот этим и занимается. Ну, разумеется, Вики. Вот. На питоне, кстати, написано, Мойн Мойн там используется. Всякая накрутка вокруг твоих меркуриала, веб-интерфейс, веб и инструкции по меркуриалу ХГ. Вот. Там даже есть здоровенная бумазея Меркуриал для гид-юзерс. То есть, вот если вы пользуетесь гид-ом, мы сейчас вас научим, как пользоваться гид-ом этим самым ХГ. Вот. Я ее почитал, ну, разумная такая бумазея. Вот. Ну, и так дальше. Там всякие, значит, РЦ канал для чата, РЦ для чата, списки рассылки. Все как надо. Короче говоря, мы имеем вполне себе работающее свободное сообщество, которое обеспечивает себя как дисциплиной разработки, так и всерозможными технологическими преимуществами для того, чтобы работать в рамках сообщества было удобнее, чем работать без него. Где же здесь дистрибутив, спросите вы. А нигде. Мы пока еще не дошли до понятия дистрибутив. Пока мы обсуждаем разработку коры, который, по сути, один программный продукт из множества. Обратите внимание, что в отличие от Линукса, который становится чем-то пригодным к использованию только после того, как вы в него, в Линукс, ну, в смысле, на ваш компьютер понаставите кучу разных пакетов, из которых этот Линукс формируется. Ядро, базовые теллиты, вообще то, что называется base system, да, там, такие библиотеки, библиотеки, такие демоны, сякие демоны. Короче говоря, понаставите пакетов, да, там, в минимальной установке их, там, штук 300, наверное, пакетов. Ну, естественно, если речь идет об системе общего назначения, да, потому что в каком-нибудь, в какой-нибудь, в какой-нибудь имбельщине там стоит ядро, и там, бези-бокс с десятком утилит, и на этом все. Вот. Я имею в виду именно дистрибутива общего назначения. Ну, так вот, здесь у нас достаточно обеспечить качественный базовый питон, чтобы у вас появилось уже, условно говоря, все. Остальное сделать за вас операционной системой. Вот. Но, как и в случае Линукс дистрибутива, дистрибутива, точнее сказать, как и в случае программирования под Линукс, никакое наличие каких-то средств прямо здесь и прямо сейчас встроенных в базовую систему, в данном случае в базовый питон, не является нормальной гарантией того, что программист может нормально решить свою программистскую задачу. Потому что нынче не пишут с нуля, практически не, значит, пользуются готовым, а модифицируют имеющиеся. И вот это имеющееся представлено в виде питоновских модулей. Они там называются пакеты почему-то, ну, пускай называются. Сейчас я попробую с какой-нибудь стороны начать. Рассказ про это делаю. Начну все-таки с сайта PPP. Только я не помню, как у него точно называется, сейчас скажу. PPP Python.org. Python, package.index, python.org. Вот. Это немножко начало с конца, потому что смотрите, какая была история. Вот у нас есть питон. Поначалу он жил как вот такой вот batteries included системы, в которой было 200 каких-то модулей, даже раньше было больше, потом оттуда всякое легоси по-выбрасывали. А частично перевели в отдельную разработку. Люди начали писать под него модули. И вообще, поскольку под питон очень удобно писать именно модули, образовалась некая комьюнити, там же вот в питоне, которая как бы этими модами друг с другом и обменивалась. Тут до людей дошло. Что это мы как в давние времена где-то пишем какую-то программу на питоне, а потом, значит, ее обмени. Не хватало еще на ленточках друг к другу посылать. Давайте замутим портал, в котором бы вся эта наша разработка индексировалась, и по которой был бы поиск нормальный. Сказано, сделано. А раз есть портал, значит, можно на этот каталог написанных кем-то модулей для питона накладывать всевозможные удобные для сообщества штучки. Например, отслеживание релизов, отслеживание выпусков, собственно, публикация, то есть не где-то там у Вася Пупкин точка там, не знаю, что такое, укос.ру, да? А прямо вот на Python.org, прямо здесь выкладывать исходники. Вот. Разумеется, всякие проверки подписи, вот это все, какая-то безопасность, да? публикация документации. Документации. Если мне не изменяет память, сайт называется readthedocs.org. .io, да. readthedocs.io. То есть там есть некий автоматизм. Если ты публикуешь по определенным правилам свой модуль на ПП, то его документация автоматом приезжает на readthedocs. и ты можешь прям в веб зайти, или, вернее, любой человек может прямо в веб зайти, и там на ПП у тебя прям ссылка на эту документацию, ты туда закликаешь, и у тебя открывается документация. Благо, под Python есть мощнейшее средство документирования, называемое Sphinx, которым пользуются не только питанисты, в общем, на самом деле. То есть там вот куча народу пишет на Sphinx свою документацию, очень удобно, в том числе и там внутреннюю, и такую, и сякую. Там много-много разных фишек удобно. Вот. Дальше больше. Если у нас есть централизованное место, где проиндексированы, сложены в определенном формате, да, значит, унификация формата в формате публикации, да, в том числе унификация, то что можно сделать? Раз уж они все унифицированы и все в одном месте в портале сложены. Да это же репозиторий. Значит, можно написать инструмент установки. установка из поиск и установка из pp. Утилит называется pip питон install package. К сожалению, я начал не с той стороны, но да ладно, пускай так будет. Значит, это тоже не сразу возникло. В какой-то момент, да, когда вот это и вот это было уже на мази, народ начал писать свои наколеночные инсталлеры. Ну, понятно же, всем удобно. Ты как бы нашел какой-то какой-то опубликованный на pp модуль. Ты его хочешь себе всосать и начать с ним работать сразу. И народ начал писать какие-то EZ-инсталлеры, еще что-то. В общем, до сих пор, кстати, EZ-инсталлером пользуются. Тут до комьюнити дошло, что не надо это делать наколенно и каждый в своем углу, а надо собраться, договориться о том, как должен выглядеть такой питомовский пакет, договориться о том, что туда нужно закладывать в этот питомовский пакет, да, и сделать такой вот универсальный установщик, который лезет на pp и скачивает, скачивает зависимости, устанавливает их. Правда, знакомо, да? Вот. Значит, доставка, нет, значит, поиск, вот здесь вот, да, поиск, доставка, доставка, установка, нет, давайте я перепишу, а то некрасиво выглядит. поиск, доставка, то бишь скачивание, установка, проверка зависимостей, рекурсивная установка, рекурсивная установка, то бишь установка по зависимости всего того, что записано в зависимости, рекурсивная установка, удаление, 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 локальная система, пипы. Как видите, этот инструмент пип, пип, совмещает в себе небольшие, часть свойств и пакетного установщика, и пакетного диспетчера, который мы видели в Linux. Вот. Правда, сильно небольшой, об этом мы будем говорить в следующий раз. То есть, почему это все-таки детская такая система? Но, может быть, мы тогда же в этот следующий раз поговорим, почему она, собственно, такая сильно взрослая-то и не нужна. Вот. Ну, вот я как пользователь Linux очень сильно страдаю от того, что пип это вовсе не апт. Вот. Там много чего не хватает. но все равно это выглядит внушительно. Смотрите, вместо того, чтобы болтыхаться с каким-то языком программирования и какой-то свалкой чего-то где-то там в интернетах, мы, и это я вот очень люблю демонстрировать, когда занимаюсь питоном какими-нибудь списков сочетаю или тренинги веду, садимся на попу, говорим, пип, все, что-нибудь. Бац, тебе приходит там 6 различных пакетов на питоне, которые делают вот это чего-нибудь. Ты говоришь, она его, пип инсталл. Он говорит, знаешь, для этого надо еще вот это и вот это скачать. Ты говоришь, скачивай. Скачивай, ты его запускаешь, не работает. Удаляешь, ставишь второй. Второй уже оказался нормальный. Отлично. Вот у тебя в системе уже подготовлено окружение, в котором ты можешь использовать питоновский модуль, соответствующий по назначению. Более того, вот этот пип, он кроссплатформен. То есть, он работает совершенно одинаково в линуксе, в виндоксе, в макондусе, где хотите, где запустится. У меня, скажем, в этом самом работает, в андроиде. Ну, там правда линукс. Ну, то есть, там вот правда линукс. В смысле так, он думает, что это правда линукс и так работает. Вот. Сейчас я скажу. Тут у меня тут еще должно было быть. А, да. Пока что, пока что речь идет о топ-халф. Значит, обратите внимание, что с точки зрения, с точки зрения питоновского, питоновского, что к зрению пользователя вот этой штуки, это верхняя часть. Это доставка, установка, дипломинг. Про разработку питоновских модулей мы еще не говорили. Вот инструмент доставки, разработки питонов называется PIP, дипломинг. Поскольку он такой немножко для программирующих программистов, а у нас сообщество питоновских программистов на две трети состоит из непрограммистов, собственно, чем и объясняется взрыв популярности. Взрыв популярности состоит в том, что далеко не все люди могут быть программистами, но из них большая часть программирует на питоне все равно. То вокруг этого накручены еще всякие возможные какие-то штуки, у которых все это под капотом. Ну, какая-нибудь на конда, да, вот конда, конда, еще она, есть она конда, чем они отличаются, я не помню. Михаил, вы показывали меня, не помните, давно это было. Да, вот я тоже забыл, я его потыкал, я понял, что мне это совсем не нужно, но тем не менее. Значит, это знаете, чем аналог? Это аналог того, что у нас в Линксе тоже сейчас начало встречаться и про что мы не говорили. Такой центр приложения Ubuntu, вот если кто видел, кто-нибудь видел в этом центре положения Ubuntu пакеты? Нет, там приложения. Ну, вот в этой конде примерно так же сделано, да, то есть там есть какие-то направления, в которые ты тычешь, она тебя ставит и дальше ты своей математикой занимаешься. Она преимущество для математиков, вот, чтобы математики не пытались, не пытались администрировать свою операционную систему или там администрировать свой питон, а то хуже будет. Вот. Я, может быть, в следующий раз что-нибудь поговорю на эту тему, потому что я, это я отвлекся, значит, и так, и так, топ-халф, доставка, установка, то бишь, диплоймент и, значит, эксплуатация питоновских моделей. На самом деле, на самом деле этого мало. Про вот мухалф я сейчас пока молчу. На самом деле этого мало, потому что есть две проблемы, одна из которых решается очень легко, а другая, вообще говоря, вообще говоря, не решается. Но питонские программисты как-то ее решают. Проблема, которая решается очень легко, это проблема множества точек разработки в одной операционной системе, содержащей разные наборы модулей. Смотрите, да, я уже говорил о том, что, во-первых, многие продакшены или многие даже девелопмент разработки используют одну конкретную версию модуля, потому что переход на другую слишком дорог для них. Ничего плохого в старой версии модуля нету, кроме того, что она несовместима с новой. Они используют старую. Поэтому было бы неплохо, и здесь мы впервые вступаем в конфликт, в конфликт с операционной системой. Было бы неплохо, чтобы ваша программа, которая в вашем в вашем линуксе написана на питоне, работали на одном питоне для всей вашей операционной системы на том питоне, который входит в дистрибутив линукс. С использованием тех модулей, которые входит в дистрибутив линукс. А в дистрибутиве линукс на самом деле на питоне много чего написано. Равно, как и на других языках программирования, типа перла, на рубе много чего написано, на джал написано много. А с другой стороны, хотелось бы, чтобы ваш девелопмент вообще от этого никак не зависел. Ни в коем случае не дергал системные модули, которые установлены в системе, потому что у вас свои. Или потом можно забыть, что они вообще установлены. Ни в коем случае не пытался работать с модулями тех версий, которые установлены в операционке, а работал с модулями тех версий, которые вы хотите ему подсунуть. Ну и так дальше. В общем, есть для этого инструменты. Наиболее популярный называется Virtual Genv. Ничего виртуального, никакого виртуального окружения он не организует. Вот. Это всего лишь система сценариев для все базовые операционные системы. Ну там, как обычно, Vindam, Akos, Linux, BSD. Ну, скажем так. Эти все они считают Unix. Система сценариев под все базовые операционные системы, на которых может сидеть разработчик, которая позволяет сделать следующее. Вы говорите, вот в этом каталоге у меня идет разработка. Дальше вы вызываете волшебную команду Virtual Genva. Как там? Enter. Войти в разработку того, что находится в этом каталоге. Что при этом происходит? При этом просто переменные окружения, которые должны передаваться этому питону, сбрасываются на содержимое этого каталога. То есть запускается питон, а он при организации виртуалоза просто тупо копируется из системы. ЦП туда делается прям, и все. Запускается питон, и этот питон как бы не видит ни одного модуля. Или видит только базовый вокруг себя. Это зависит от того, вы хотите, чтобы там был тот же самый питон, что в системе. Или прямо вот вообще скачать стайты Python.org и установить питон совсем другой. Что тоже возможно. А вот все модули, туда ставится пип, в это окружение, и все остальные модули вы этим пипом туда подсасываете. Они абсолютно независимы от того, что стоит в системе. В системе может стоять одно, а в виртуалозе стоит другое. Вот вы получаете окружение, которое, конечно же, ни разу не изолированное. Никакой изоляции не пахнет. Единственное, что изоляция, которая там есть, питон не будет при запуске, в приключенном виртуалензии, не будет искать свои модули в системе, а будет искать там, куда вы их положили, вот внутри этого окружения. Помимо отвязки от окружения операционной системы, вы также отвязываетесь и от соседней разработки, которые, может быть, накачали себе другое множество модулей. Помимо этого, если вы занимаетесь разработкой на питоне, у вас под рукой находится как раз то самое множество модулей, которые требуются, чтобы ваша программа работала. Помните, эта же проблема у нас была, когда мы собирали пакеты под Linux, вернее, рассказывали, как они собираются. Мы принаставили что-то в сборочное окружение. Как выяснить, что из этого сборочного окружения нужно для пакета, а что не нужно? Ну, в Linux это делается, по крайней мере, у нас в Altea, это делается путем отслеживания, а какие файлы с каких пакетов открывались. А в питоне это делается в обратную сторону. Просто если вы поставили сюда в Virtual Land лишний модуль, ну, сами себе злобные буратины, ну, удалите его, посмотрите, будет ли работать дальше. А вот если вы соблюдали некоторую дисциплину, то развертывание Virtual Land только с нужными модулями даст вам рабочее окружение, в котором ваша разработка будет идти дальше. Такая вот штука. Кстати сказать, все современные промышленного стандарта средства разработки, там всякие Eclipse, NetBeans, потом вот эти ребята русские пишут какой-то волшебный редактор для питона на Java написанный. Забыл, как зовется. Его почему-то некоторые очень любят. А? Да-да-да, он самый, Pucharm. Вот. Они все, конечно же, умеют работать с Virtual Land. Это первое, что требует питон-разработчики. А ваше средство умеет работать с Virtual Land? Да, умеет. Так что этот вопрос вроде бы как снят. Но на самом деле есть… Который час? Я прошу прощения. Который час? 7.15. То есть у нас 15 минут. Очень хорошо. Я как раз примерно столько хотел рассказать, сколько успею. Значит, на самом деле у нас есть гораздо более серьезная проблема, которая нас плавно переводит из Top Half в Bottom Half. Но сначала все-таки говорим про верхнюю часть, про диплоймент и про эксплуатацию. Все это очень хорошо. Все это скачивание с ПП, засовывание в какие-то Virtual Land и так далее. До тех пор, пока то, что мы скачиваем с ПП и засунуто в Virtual Land написано на питоне. Вот если весь ваш код вообще от начала до конца написан на питоне, то вы, работая со всей этой штуки, испытываете полное счастье. Потому что она действительно работает. У него, правда, мы об этом в следующий раз будем говорить, есть очень много детских недостатков. То есть это до пакетного менеджера и диспетчер ей очень-очень далеко еще. Но все еще впереди. Подумай. Я думаю, что изобрели ты ее не так давно. Весь этот ПП, весь этот ПИП. Вот. А вот если ваш модуль на питоне, для питона, написан не на питоне, а хотя бы на Си, даже на голом Си. Я уж не говорю, что если он написан на Си еще каким-то библиотекой, какие-то библиотеки в придачу, на Си в придачу какие-то библиотеки, и эти библиотеки еще другие библиотеки требуют, а те библиотеки вообще открывают какие-нибудь гуевые окошечки. Ну, в смысле, кнопочки. На Си плюс в плюсе. Ну, короче говоря, вы используете питон API для того, чтобы писать хорошие, годные модули для питона на других языках программирования. То тут начинается, в общем, достаточно тяжелый свистопляск. И от этой свистопляски, в первую очередь, страдают те самые непрограммисты, программирующие на питоне, которые не могут никак в столк взять. Почему человек, я сказал, пип инсталл вот этот модуль, он установился и работает, а я сказал, пип инсталл вот тот модуль, и мне выдалось вот такой вот список сообщений, начинающий с словами cc, команда не найдена. Вот. Потому что комбинатор Си нет в системе, да? То есть, без определенных телодвижений, доставка, нет, не доставка, дипломент и эксплуатация модулей на питоне невозможна без воспроизведения нижней части сборки этого модуля из исходных текстов. Почему я не рассказываю прямо про сборку? Потому что буквально там года два назад, может быть, даже позже, не помню, ну, где-то в течение этого времени, пользователи питоновские, наконец, ну, комьюнити, наконец устало от этого безобразия и начали разрабатывать новый формат упаковки питоновских модулей, вот таких вот, бинарных. Раньше были питоновские яйца такие, Python Egg, если кто помнит, а сейчас вместо яиц появились колеса, Python Wheels. Вот эти Python Wheels, это новый формат упаковки питоновского модуля, в который вы можете положить внутрь бинарники для различных платформ, готовые. Опасно, скажете? Ну, в общем, да, это как-то не по-нашему, не по-линуксовому, разумеется. Мы бы предпочли их сами собрать. Но для питоновского разработчика тот факт, что к нему приедет бинарник, который вообще говоря, ну, в идеале, конечно, которому нужен только питон правильной версии и больше ничего, он представляет собой обычный модуль, обычную сошку, скажем, в линуксе, обычную сошку для питона, и версии эти совпадают, и оби там проверенно совпадают, то есть известно, под какой питон он собран. И это большое счастье, что ему самому не надо это все собирать из исходных текстов на оси, он не умеет. Его задача там, не знаю, дотачивать программное обеспечение для ежеводческой фермы, фермы по разведению разноцветных ежиков. Он не понимает, как программировать на оси, он как ежиков понимает разводить, но еще вот, горе своему, лучше всех разбирается в питоне. Его попросил директор фермы, значит, этим заняться. Понимаете? И тоже к нему приехал модуль, который там какую-то статистику высчитывает, используя исключительно математическую библиотеку, или Python, это же счастье. Другое дело, что это счастье все равно оно такое очень частичное. Мы не можем, это об этом было много во обсуждении в питонском сообществе, когда они вот эти колеса делали, мы не можем, конечно же, придумать универсальный бинарный формат для всех операционных систем, которые все, что угодно, могут делать. Но, как бы, чуть-чуть мы можем продвинуться. Реализация хитрых алгоритмов, которые вы написали на силе C++, и потом скормили, обращения к каким-то системным библиотекам, которые точно есть, допустим, в том же самом Linux, и поэтому вы можете упаковать в свой, или, наоборот, есть в том же самом Windows всегда, интерфейс тут нету какой-нибудь, нет, интерфейс тут нету, это страшно, ну что-нибудь такое, и поэтому вы всегда можете припаковать к вашему питоновскому модулю бинарник для Windows. Вот такие вещи делать можно. И тут мы с вами плавно опускаемся до bottom half, то есть, как происходит разработка под питон. Опять-таки, нас она интересует не вообще, как происходит разработка под питон, там много всякого своих, наука умеет много гитек, а что в этом процессе разработки зарезервировано под дистрибуцию. Как обеспечить сборку пакета питоновского таким образом, чтобы все было хорошо? Опять-таки, есть некоторое количество инструментов, которые как-то под это дело, значит, работают. Снова эти инструменты развивались и развивались, то есть, самые старые модули на питоне, особенно те, которые пишутся на C, ну те, которые пишутся на питоне, там ничего не было, был модуль на питоне, файл на питоне, или много файлов на питоне, которые просто подкладывали, они просто работали. Но потом, значит, я сейчас не помню, какая из них актуальная. Есть setup tools, а здесь здесь destutils, destutils, setup tools, наверное. Destutils – это немножко другое. Вот эти setup tools предназначены для того, чтобы из распакованного архива исходников на питоне собрать модуль на питоне. Причем, совершенно не обязательно в этом исходниках на питоне должны быть какие-то файлы там на C. Это может быть файл исключительно на питоне, но они разложены по тому, как их видит разработчик, а после обработки setup tools, там есть прямо setup.py, они перераскладываются так, как их должен видеть пользователь, а если вы их в системе устанавливаете, еще и устанавливаются в систему. Соответственно, эти setup tools – это такой конгломерат различных способов установки в различные операционные системы. Понятно, да, там для Windows 1, для Linux 2 других, один для себя, другой в операционку. Вот, для macOS там еще 2 третьих, ну и так дальше. Но идея состоит в том, что линейный разработчик на питоне не обязан знать, как именно, какими именно хитрыми извращениями модуль питона попадает в его операционную систему в будущем установленном. И это делает за него setup tool. Вот. Соответственно, если он хочет поправить что-то в самом модуле, он поправляет что-то в самом модуле и запускает там Python setup build, Python setup install, и все хорошо получается. А вот если он разработчик именно вот этой части, нижней, да, установщика вот модуля, вот тогда он лезет пальцами в setup tools, тогда он лезет пальцами в настройку этого setup tools, setup kfg, как он называется, не помню. Вот. Ну и дальше что-то там такое дело. Эти setup tools, в числе прочего, умеют собирать, значит, формирование, формирование модуля, установка, но еще сборка, например, например, из C. Из исходников на C. Значит, там история такая, что на самом деле, ну, как бы, есть четкая полиси, как писать программы на C, чтобы из них получались модули для Python, это просто исошки, такие библиотеки, вот. Там внутри должна быть, обычно используется такая же, или может использоваться такая же архитектура по сборке, как у нас в Linux есть, все эти конфигурии make, make, install, вот это все. Но до и после этого должна быть запущена питоновская обертка, которая протестирует, например, этот модуль со стороны питона, да, запустит питон с каким-то тестом, он проимпортирует этот модуль, посмотрит, что там нужно сделать, запустит инсталлятор, если мы его инсталируем, ну, и так дальше. Короче говоря, помимо сборки каких-то текстов, из каких-то текстов какой-то библиотеки, из каких-то текстов, у нас есть еще и описанная процедура для разных операционных систем, как потом вот эти вот бинарные модули под питон, что с ними делать потом. Вот. Кроме того, здесь же задаются да, setup tools. Вот сейчас я боюсь соврать, потому что, опять-таки, все это находится в некотором движении, но в какое-то время это называлось dis-tutils. если я вас обманываю, в следующий раз, на следующей лекции я поправлюсь. Если речь идет здесь о сборке, то здесь идет речь о формировании, формировании модуля. Формирование не самого модуля, а содержимого модуля. Содержимого. Вот это, давайте вот тут, например, уберем. Вот. Формирование модуля. Здесь мне не изменяет память, даже помещение публикации в ОВНОПП делается теми же инструментами. Вот. И вот тут вот уже зависимости, паспорт, что там еще, упаковка этих самых колес, Возможно, она называется сейчас по-другому. Вот это вот надо проверить. Я посмотрю. То есть, вот эта часть служит для сборки и установки в систему, а эта часть служит для формирования того, что вы выложите в интернет. Врача говоря, они независимы. Вот это может существовать без этого. Чего-то скачал, запустил, setup, setup install и вперед работает. Вот. Вот это, сказанное мною, очень как бы просто в обзорном виде, должно наводить нас на мысль, причем такую вот серьезную мысль, что системы дистрибуции, предлагаемые нам линукс дистрибутивом, конфликтует системы дистрибуции, предлагаемые нам питоном, а также и подавляющим большинством экосистем, которые работают как бы, в первую очередь, внутри себя. В особенности, если это экосистемы кроссплатформами, как питон, java, ruby, там, что угодно, пхп, хаскель, вот. Понятно, что члены сообщества, там, питонистов, да, вовсе не заинтересованы в том, чтобы это работало исключительно и только на линуксе. Конечно, им хочется, чтобы это работало на линуксе, сам гвит работает на линуксе, к сожалению, мы имеем на сегодняшний день такой широченный, открытый фронт работ, а может, к счастью, потому что вот мы и мы имеем, мы можем в этом принять участие. С одной стороны, у нас есть хорошо работающая система дистрибуции в линукс-дистрибутивах, с другой стороны, у нас есть очень детская система дистрибуции, разработанная в рамках питонского сообщества, мы в следующий раз посмотрим, почему она детская. Вот. И хорошо бы, чтобы они друг с другом дружили, а не пытались установить, не пытались друг друга подменять. Ну, понятно, да? Вот вы взяли, собрали какую-то модуль с помощью Setup Tools, бац, и вы установили в хост-систему. Зачем вы это сделали? Как вы потом будете удалять? Как будут работать обычные программы, которые внезапно это увидят? Вот. То есть, если вы что-то ставите в хост-систему, будьте добры, соберите пакет. Не умеете собирать пакет, попросите товарища. Не умеете просить товарища? Ну, не знаю, терпите. Вот. Если вы не собирались ставить что-то в хост-систему, не ставьте это, делайте, делайте virtual-end, ставьте туда. Кстати, у пипа есть забавная опция в линуксе. Наверное, не в линуксе тоже. Вы можете сказать, пипинстал минус-минус юзер, и он вам положит специальный каталог, там, .local, slash, slash python, этот модуль. Его отлично будут видеть программы, запускаемые вами, и никто не будет видеть другой. Вот. Так что, что еще смешнее, если модуль предполагает наличие каких-то бинарников, то есть запускаемых программ, то он этих тоже куда-то установит, вот этот пипинстал. Так вот, это место, если вы находитесь внутрь virtual-end, это прямо под каталог bin в этом virtual-end, а если это в домашнем каталоге, в .local, slash bin. Так что, если вы увлеклись питоном и начали ставить пипинстал, и вы читаете в документации, что вот вам утилита, вы говорите, пипинстал, а там никакой утилити нет, посмотрите в home.local, slash bin, оно лежит там. Вот. Такой я неожиданно для себя нашел это место, теперь у меня это simlink на tele-slash bin, на бинт в домашнем каталоге, и поэтому все, что я пипинсталом ставлю, мне сразу становится в точке slash bin не видно. Вот. Но идея как раз в том, что вот эта система доставки подменяет собой даже систему доставки бинарников. Вот. Правда, это, конечно, не бинарники, да, это скрипты на питоне написаны. Таким образом, что мы имеем, мне кажется, мне пора заканчивать. Таким образом, что мы имеем от питона как от дистрибутива при взгляде снаружи? Очень жесткая дисциплина разработки core system. То есть, то, что должно работать вот как часы, работает как часы. В том числе, не только работает как часы, но и развивается очень поступательно, после многократного обсуждения, все как надо. крайне демократичная система интегра... система аккумуляции всевозможных пакетов. Вам достаточно только, чтобы... чтобы... была подпись ваша, чтобы вы грамотно опубликовали это дело на ППИ. Вот. Даже, собственно, установка ПИПом не подразумевается. Там, может быть, можно написать такой модуль для Питона, который ПИПом не будет ставить. И, тем не менее, его можно опубликовать на ППИ. Там, кстати, есть отдельная тема, как обеспечить безопасность. То есть, там по части security, но все более-менее. Своя собственная система создания работающих программных окружений и система установки их туда, включающая какие-то начатки какие-то начатки пакетного менеджмента. В следующий раз посмотрим, какие. Очевидный конфликт с базовой системой по поводу того, что должно быть в базовой системе, а что должно быть в программном окружении. Общая рекомендация, все должно быть в программном окружении, если вы разрабатываете на Питоне. Не пишите скрипт для вашего линукса на Питоне, а пишите продаж на Питоне. Что-то я хотел еще. Попробуем в следующий раз понять, чему вот эта детская система тем не менее работает и какие, собственно, требования со стороны пользователя она закрывает, а какие нет. если это будет не на целую лекцию, то ну что-нибудь еще придумаем. Все, вопросы есть какие-нибудь? Вот там лежит шуба, мне все время кажется, что человек заснул. Да, все слепо. Да ничего страшного, мне просто его жалко так. Да, так вопросы есть какие-нибудь? Нет, все уже сварились. Ну все, тогда спасибо. 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 Вот сегодня я не написал весь план лекций, который я хотел и поэтому ложился в одну лекцию.